В 2020 году изменились сразу несколько видов господержки, которые положены семьям с детьми. Некоторые суммы проиндексировали для отдельных видов выплат, изменили условия, что-то отменили и больше не назначают. Вот что об этом нужно знать родителям и на какие суммы они могут рассчитывать. Пособие по беременности и родам. Что изменилось? Увеличился минимальный и максимальный размер выплаты. Это пособие еще называют декретными выплатами. На общих основаниях его получают работающие женщины, которые ждут ребенка. Пособие по беременности и родам назначают за 70 дней да и 70 дней после родов, иногда период дольше. За это время женщина получает средний заработок. Средний заработок считают исходя из доходов за два календарных года, которые предшествуют году назначения пособия. Если женщина уходит в декрет в 30 недель беременности в 2020 году, для расчета среднего заработка учтут доход за 2018 и 2019 годы. На минимальный размер декретных выплат влияет МРОД, а на максимальный – предельная база для страховых взносов. Для декрета, который начался в 2020 году, эти суммы изменились. Размер пособий по беременности и родам при обычных родах. Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности. Что изменилось? Увеличился размер выплаты. Если женщина встала на учет в первые 12 недель беременности, она может получить единовременное пособие. Его размер не зависит от среднего заработка. Каждый год сумму индексируют 1 февраля. С 1 февраля 2020 года размер индексации составил 3%. Сумма пособия с учетом повышения – 675,15 рубля. Размер выплаты определяют на дату начала отпуска по беременности и родам. Дата справки о постановке на учет не имеет значения. Если декрет начался в период с 1 февраля, пособие можно получить с учетом индексации. Единовременное пособие при рождении ребенка. Что изменилось? Увеличился размер выплаты. При рождении ребенка один из родителей может получить единовременное пособие. Это фиксированная федеральная выплата, которая не зависит от трудоустройства и заработка. С 1 февраля 2020 года она составляет 18 тысяч 4,12 рубля. Сумма может быть больше с учетом районных коэффициентов. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Что изменилось? Увеличился минимальный и максимальный размер выплаты. Если кто-то из родителей или родственников сидит с ребенком и не работает, можно получать пособие по уходу. Его платят даже безработным или тем, у кого мало стажа. Как и в случае с декретными выплатами, размер этого пособия зависит от минимального размера оплаты труда, предельного дохода для начисления страховых взносов и среднего дневного заработка. Если получатель пособия не работает, ему платят минимальную сумму. Размер пособий по уходу за ребенком с 1 февраля 2020 года. Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка. Что изменилось? Период для назначения выплат увеличен до трех лет, лимит среднедушевого дохода до двух прожиточных минимумов, изменились суммы по регионам. С 2020 года эта выплата положена семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух региональных прожиточных минимумов на человека. Теперь ее можно получать, пока ребенку не исполнится три года. При этом дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года. На детей, рожденных в 2017 году, выплаты не назначаются. Если ребенок третий, четвертый или последующий по счету, этот вариант господержки также не применяется. Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе на Айай-квартал предыдущего года. В 2020 году для Санкт-Петербурга это 11 176 рублей в месяц, для Астраханской области – 11 256 рублей, для Краснодарского края – 10 639 рублей, а для Чувашии – 9541 рубль. На первого ребенка пособие платят из федерального бюджета, на второго – за счет материнского капитала. Ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет. Что изменилось? Появилась новая выплата. Если среднедушевой доход семьи меньше регионального прожиточного минимума, на каждого ребенка в возрасте с 3 до 7 лет включительно можно получать ежемесячное пособие. Оно составит половину прожиточного минимума на ребенка, установленную на второй квартал предыдущего года. Заявление на выплату пособий можно будет оформить на портале Госуслуг. Соответствующая услуга будет доступна с июня. Ранее планировалось, что выплаты начнут поступать семьям в июле 2020 года, но по поручению Президента срок для подготовки был сокращен. Пособия будут начисляться с января 2020 года. В ближайшее время в условия назначения выплат планируется внести изменения. При расчете среднедушевого дохода для родителей, которые недавно потеряли работу, не будет учитываться заработок до увольнения. Указ Президента РФ от 20 марта 2020 года номер 199. Условия назначения выплат – по 5000 рублей на каждого ребенка до трех лет. Что изменилось? Появилась новая временная выплата. Семьи с детьми смогут получать по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Выплаты назначаются за апрель, май и июнь 2020 года, если семья имела или имеет право на материнский капитал. Чтобы получить выплату, нужно подать заявление на госуслугах. Если обратиться за выплатой с 1 июля до 1 октября 2020 года, вся сумма за три месяца поступит на счет одним платежом. Материнский капитал. Что изменилось? Размер проиндексирован, сертификат можно получить при рождении первого ребенка, на второго ребенка сумма может быть на 150 тысяч рублей больше. С 2020 года условия материнского капитала для семей с детьми значительно изменились. Теперь его можно получить на первого ребенка, если он родился или усыновлен в 2020 году или позже. Сумма материнского капитала в 2020 году составит 466 617 рублей. Если второй ребенок родился в 2020 году, материнский капитал на него составит 616 617 рублей. Если третий или последующий ребенок родился в 2020 году, а раньше права на материнский капитал не было, семья сможет получить сертификат на 616 617 рублей. Если второй или последующий ребенок родился до 2020 года, материнский капитал семья получит на прежних условиях, но с учетом индексации 466 617 рублей в 2020 году. Для семей, которые уже получили сертификат, но еще не использовали средства господдержки, сумма будет проиндексирована с 1 января 2020 года. Если семья уже распорядилась средствами материнского капитала в полном объеме до 2020 года, дополнительные выплаты с учетом индексации не предусмотрены. Компенсационная выплата на детей до трех лет. Что изменилось? Больше не назначается, вместо нее появился другой вариант господдержки. С 2020 года ежемесячную компенсационную выплату в размере 50 рублей, которую могли получать трудоустроенные родители в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет, больше не назначают. Фактически ее заменили ежемесячной выплатой на первого и второго ребенка, продлив срок назначения этого пособия с 1,5 до 3 лет. Компенсационную выплату по 50 рублей в месяц все еще можно получать по уходу за детьми, которые родились до 2020 года. Если это пособие уже назначили или право на него появилось на прежних условиях, его также будут платить. При этом можно получать и ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет, она положена и работающим, и неработающим родителям. Субтитры создавал DimaTorzok